Здравствуйте! Это программа о том, как сделать ваш сад красивым. И я ее ведущая, дизайнер Ольга Воронова. Сегодня вы узнаете о стиле кантри в саду, о том, как поддерживать красоту цветников весь сезон, узнаете о дизайне с флоксами и сделаете оригинальное садовое панно-окошко. Стильный сад – это такой сад, который имеет свой собственный стиль. В ландшафтом дизайне много стилей. Есть стили на любителя, есть более-менее универсальные, а есть и такие, которые будут к лицу абсолютно любому саду. Вот как раз стиль кантри относится к таким стилям. А как его создать, мы сейчас и посмотрим. Цветники в стиле кантри всегда очень яркие и пышные. Причем цветов чем больше, тем лучше. Разные, можно смешивать абсолютно разные расцветки. Нельзя переборщить с цветами в стиле кантри. А вот газоны в стиле кантри не должны быть парадные, не должны быть вообще никакие специальные. Они вообще лучше всего природные. То есть это просто травка, которая на вашем участке растет, просто вы ее стрижете и получается газон с сельским шармом, настоящий газон стиля кантри. И, кстати, если на нем есть сорняки, а вот здесь я отдельные сорняки вижу, вот, например, пожалуйста, желтенькие цветочки. Ну, в общем, очень украшают они это дело. Поэтому если где-то выросли лесные цветы, не нужно считать их сорняками, потому что это является отайбутом стиля кантри. Поэтому в этом плане, естественно, этот сад – сад легкого ухода. С определенными сорняками не надо бороться. Но у стиля кантри есть и еще отайбуты. Если у вас совершенно случайно сбежали цветочки, ни в коем случае не надо бороться с этими случайными посадками. Ведь это тоже отайбут стиля кантри. Поэтому, если вы где-либо заметили вот такие, например, самосевы замечательные, а, как правило, это простые цветы, они как раз все в стиле кантри, потому что только они могут расти в расщелинных дорожках и буквально в минимуме земли, то всегда их нужно оставлять. Вот такие элементы случайности, они тоже являются прерогативой этого стиля. В стиле кантри очень часто цветы и овощи – это практически одно и то же. Посмотрите, как интересно выглядит вот в этой старой бочке вместо цветов-то самая обыкновенная тыква, съедобная. Ведь очень эффектно. И это вполне соответствует стилю кантри, потому что в этом стиле принято, чтобы овощи росли наряду с цветами везде – и в цветниках, и в контейнерах. Поэтому такая маленькая симпатичная деталька, безусловно, любой сад поможет стилизовать именно в этот стиль. Но есть еще и другие отайбуты. Следующий отайбут стиля кантри, пожалуй, один из главных, – это использование в конструкциях садовых различных дерева. Вот этот замечательный контейнер, на манер сруба он сделан, он сделан из дерева. И вот эта вот сеточка для растений вьющихся, она тоже сделана из дерева. Кстати, на этой сеточке растения тоже должны быть в стиле кантри. Вот этот, например, душистый горошек – это самое, что ни на есть, классическое растение этого стиля. Ну а здесь то же самое, здесь лаватера, здесь бархатцы, здесь анютины глазки, левиолы, самая обыкновенная календула, но, естественно, веселые ребята. Но как без них в стиле кантри? Вообще любые георгины, хоть они летние, хоть они, как говорится, многолетние, это в любом случае будет стиль кантри. Итак, дерево в сочетании с растениями стиля кантри – это как раз тот отайбут, который тоже поможет ваш сад стилизовать или полностью, если вы хотите весь сад сделать таким, или, если вы хотите эклектику, то поедать отдельным уголкам настоящий сельский шарм. Следующий элемент стиля кантри – это плодовый сад и настоящий огород. Так что, если вы убежденный огородник, этот стиль ваш. Ну а огород принято украшать совершенно необычными вещами. Например, мебелью в стиле кантри. Например, вот эта симпатичная лавочка, она на огороде не только для отдыха, но еще кое-то для чего. Вот именно на ней удобно расположить свои плети настоящей тыкве. А в саду кантри все настоящее. И также может стоять и столик, и все, что угодно, и другие стульчики, но тоже деревянные, рустикальные, деревенского вида. Поэтому можно использовать старинные стулья, в кавычках, старые, которые достались вам от бабушки. Они, может быть, для зоны отдыха уже не подойдут, но для огорода будут в самый раз. Водоемы в саду стиле кантри очень заросшие природного вида. То есть чем больше различной растительности, цветов, декоративно-лиственных многолетников, тем лучше. А можно даже и рясочку в пруд пустить, ну и, само собой, конечно, кувшинки, кубышки. В общем, чем больше растительности в воде, тем лучше. Ведь это же имитация сельского природного пруда. Ну и какой же деревенский пруд без деревянных настоящих мостков? Поэтому хоть какой-нибудь мостик к этому пруду в стиле кантри должен подходить. А симпатичные акценты на этом мостике или на этом досчетом настиле, который подходит к пруду, могут составить различные старинные предметы, которые сохранились, возможно, в вашем хозяйстве. Например, вот эта старая лейка. Это лейка 27-го года. Ну, конечно, пользуется ей тяжеловато, раньше так делали. Но зато вот рогоз в этой лейке, как в вазе, выглядит просто шикарно. Поэтому вот такие отдельные милые детали с ностальгическим шармом, они тоже очень украсят пруд. А может быть, это будет оцинкованная корыта вот с кувшинкой, например. Вот поэтому такие стильные штучки с ностальгическим шармом принято использовать для украшения прудов в сельском стиле. Аксессуаров в стиле кантри великое множество. Вот уж с чем тоже нельзя переборщить, как и с цветами, это с аксессуарами. Ну, понятное дело, фигурки. Это, конечно, вы можете ставить их в неограниченном количестве. Но, пожалуй, самое лучшее, самое эксклюзивное, если у вас, конечно, эти предметы есть, это использовать предметы старинного русского быта. Вот, например, это старое коромысло. Это настоящее коромысло, оно дореволюционное. А ведь это замечательная вещь, может, не только для украшения, скажем, бани или хозяйственной постройки. Ведь на вот эти вот, ну, для ведер специально здесь сделаны пазы, можно подвесить ведерки, скажем, оцинкованные, как контейнера, и в них посадить самые простые цветы, и это будет здорово. Я вот, например, сейчас подвешу это коромысло, у меня к нему есть пара. Вот это тележное колесо, которое тоже, сказать, хоть оно у меня в единственном экземпляре, но я тоже использовала для декорирования своей бани в данном случае. Сейчас я вот его подвешу, вот так вот. И, как видите, вот его половинки, они могут служить для подвешивания контейнеров. Ну, или, например, вот этот красавец. Это настоящий, ой, тяжелый, старинный, вот он какой ржавый, утюг. Мяти все равно, где расти, вообще-то говоря. И очень стильно, рустикально она будет выглядеть вот в таком старом утюге. А еще можно виолы, можно карликовую календулу сюда посадить. Ну, или любые мелкие цветы, которые обычно высаживают как имитацию альпийцев. Ну, летники, естественно, потому что стильканты – это не альпийские все-таки. Поэтому вот такие замечательные старые предметы нужно хранить и ни в коем случае не выбрасывать. Сейчас зарелое лето, стоит жара, ужасная. Вот поэтому все внимание сейчас надо уделить именно цветникам. У них приоритет перед всеми остальными растениями. Потому что если сейчас за ними не следить, то они очень быстро потеряют свою декоративность. Самое важное, что сейчас нужно делать в цветниках, чтобы они у вас пышным цветом, что называется, цвели до осени, это осуществлять своевременную обрезку соцветий. Поэтому я прохожу по всем своим цветникам, и делать это надо не менее раза в неделю. И там я нахожу все соцветия, которые уже буквально один-два цветочка остались. И я вот такие соцветия срезаю, все не пропуская ни одного. Потому что не надо дать растениям возможность понять, что пора образовывать семена. Тогда они будут стараться снова и снова цвести, чтобы все-таки семена дать. А я их опять обрежу. И так будет продолжаться до осени. У меня в руках сварочные электроды, но направляюсь я совершенно не к сварочному аппарату. Я отправляюсь на акцию спасения растений. Ведь у меня помимо электродов есть еще вот картон от старого календаря срезанный. И сейчас я буду показывать, как это я буду с помощью электродов и картона спасать растения. Я собираюсь с помощью всего этого сделать специальные экранчики временные. Потому что в такую жарую духоту не все растения даже с поливом выдержат. А есть особо чувствительные цветы, которые голову вниз и вянут. Их надо в течение дня немножко притенить. Ну, даже раз падет, я надеюсь, что это уже не понадобится. Но эта критическая мера нужна сейчас. Все очень просто. Я беру лист картона. У меня дырочки тут. Я продеваю туда электрод один. Продеваю электрод второй, например. Просто электроды – это очень простая и доступная вещь. Потому что экранов мне надо очень много. И, соответственно, я очень много могу наделать. А потом, напротив этих цветов, я просто эти электроды заглубляю в землю настолько, насколько мне надо. И поднимаю экран настолько, насколько мне, как говорится, надо. Вот, например, вот так. И экран готов. И потом вечером я просто обойду и все быстренько поснимаю. Ну, а я беру оставшиеся два электрода и оставшийся картон. И иду спасать свои цветы дальше. Флоксы при всей своей простоте – это настоящий инструмент ландшафтного дизайнера. И к тому же про этот цветок можно сказать, что это само растет. Ну, а как использовать флоксы в дизайне сада, мы с вами сейчас и посмотрим. Вот насколько хороши флоксы. Ведь уже мало что цветет, многое цветает. Ну, или вот так бывает – жара, лето. Ну, вот по какой-то причине растения не очень себя хорошо чувствуют, не столь пышно цветут. Но флоксы радуют всегда своим пышным цветением. Вот уж поистине цветок – палочка-выручалочка. Как говорится, всегда цветут, да еще так и размножаются, что фактически надо думать, как от них избавляться, да не том, как их посадить. Флоксы идеальны для заднего плана цветника. Они выравнивают рельеф и дают необходимую высоту. Множество окрасок флоксов позволят создать ваш собственный цветовой сценарий на участке. Пышную куртину флоксов можно посадить и одиночно. Красочные шары из цветов никого не оставят равнодушными. Также флоксы могут помочь тем, кто непременно желает видеть в своем саду диковинку. Вот, например, слышали ли вы про флоксы-хамелеоны? То есть про эти флоксы, которые меняют цвет. Я сейчас вам расскажу. Как вы думаете, какого цвета эти флоксы? Ну, согласись, какой-то сиреневатого, да? Но вот именно они – это флоксы-хамелеоны. А зависит это от того, какой свет. Вот сейчас яркое солнце. И они, значит, вот их светочувствительные клетки вырабатывают такие вещества, что они кажутся нам розовато. Вот какие цветочки даже и малиновые, какие-то сиреневатые. Но когда будет солнце немножко садиться, это после пяти вечера будет, то эти флоксы у нас станут голубыми. Видели ли вы голубые флоксы? А вот если вы посадите флоксы-хамелеоны, вы и ваши гости их увидят. Вот так-то такая садовая диковинка. В любом саду наверняка найдутся такие участки, такие объекты, которые надо каким-то образом задекорировать. Например, стена старого сарая. Ну, не привлекательное строение, но надо как-то поедать ему красивый вид. И самое лучшее для этого – это, безусловно, садовое панно. Есть такое понятие. Но уж если мы говорим о постройке, такой как сарай, то, естественно, лучшим видом панно будет панно-окно. Имитация настоящего окошка. Вот такое панно мы сейчас сделаем легко, просто и быстро. Вот тут у меня всякие досочки, там всякие речки, вот такие всякие обрезочки. Вот, собственно говоря, из них-то моего панно и получится. Поэтому такие надо хранить. Всегда найдутся идеи. Ну, что такое окно? Окно – это вот что-то такое прямоугольное, и там какие-то вот перегородочки. В общем, детское понятие – окошко необходимо. Вот по такому эскизу мы и будем делать. Как скреплять? Ну, понятное дело, что с помощью молотка и гвоздиков несложно совсем. Здесь ничего нет хитрого – постучать и забить один гвоздь там. Ну, или четыре гвоздя. Как будем сбивать? Ну, сбивать мы будем… Можно так, если кто умеет, но это лучше шурупом. Ну, вообще-то, как говорится, не получается так, значит, будем сбивать, как получается. То есть берем, ну, вот, например, как. Вот так просится, так накладывается, получается, значит, так и сбиваем. Получившийся каркас окна красим обычной масляной краской. Ну, вот, таким образом я сделала и покрасила, смотрите, два разных декоративных окошка. Один-то у меня вот из этих плинтусов, которые у меня были, а на второй у меня нашлись вот такие речки, как сказать, кусочки бруса тонкого. И я голубой масляной краской и оранжевой масляной краской. Вот то, что они разные – это хорошо. Это как раз придаст моему сараю живописность, интересность, все-таки стиль кантри. И теперь я должна сделать тюнинг этим окошком, так сказать, аксессуары, которые и превратят их в настоящие окна. Пока это только, так сказать, конструкции. Поэтому я продолжаю. Чтобы дополнить композицию, берем обычный пластиковый горшок, можно старый и с трещинами, и красим его той же краской, что и окно. Акцентом стиля будет роспись из простых ромашек. А почему бы мне не сделать моему второму окошку, вот, который оранжевый, почему бы не сделать ему настоящие деревенские шторки? И материал на это у меня есть. У меня есть кусочек старой клеенки. Вот была, но она уже очень плохого вида, и вот только этот кусочек более-менее чистенький, и у него даже кружавчики есть. Вот какой хороший. Вот сейчас мы из него-то шторку и сделаем. Недаром он у меня хранился. Значит так, замечательно. Берем окошко. Вот это у него верх будет. Здесь я уже петельку к нему приделала. Вот это верх, и, наверное, вот здесь будет моя шторка. Как я ее креплю? Ну, конечно, кнопки дел ненадежные, поэтому я считаю, что будет хорошо, если я вот так приложу кверху эту шторку, эту шторку, и воспользуюсь, ну, понятное дело, чем? Воспользуюсь я степлером. Вот он степлер. Но строительный, конечно, не тот, которым бумагу степлирует. Я, собственно говоря, вот так буду прикреплять мою шторку. Красота! Вот какие замечательные деревенские шторки, откуда ни возьмись, появились на моем окошке. Ну, а теперь еще одной маленькой детали не хватает, ведь на деревенском окошке должен стоять цветок, а вот куда я его закреплю, не очевидно. Тогда надо прикрутить, ну, хотя бы небольшой шуруп, для того, чтобы я могла его повесить. Оба окошка украшаем настоящими цветами. Вот и готово панно. Можно вешать на стену старого сарая. Сегодня у нас был день стиля кантри. Мы узнали о самом этом стиле, его атрибутах и основных особенностях, узнали о растениях стиля кантри и поухаживали за ними. А также мы сделали стильные панно окошки, тоже, кстати, в стиле кантри, для старого сарая, чтобы его украсить и оживить. Ну, а я прощаюсь с вами. Это была программа «Сад день за днем» на телеканале «Загородная жизнь». И я ее ведущая, дизайнер Ольга Воронова. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова